ТОМ СДАНФОДИТ, ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ ПРИМЕТА ГЛАСИТ Если большую амбициозную игру собираются выпустить в апреле, жди переноса на конец года в январе. Сталкер 2 подтвердила её на своём примере, хоть она и родом из другой страны. Премьера переехала с 28 апреля на 8 декабря. В письме к игрокам создатели объяснили, что отсрочка необходима для полной реализации видения. Также GSC напомнила, что речь идёт о крупнейшем проекте студии, поэтому немало времени уйдёт на тестирование и полировку. Надеемся, на пути к релизу не возникнет новых аномалий. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru Не выйдет в этом году и одиночная компания Star Citizen Squadron 42. Операционный директор Cloud Imperium Games Карл Джонс рассказал, что на завершение сюжетного режима пойдёт ещё как минимум год. Интересно, какой бюджет будет у игры к тому моменту, если сейчас собрано 430 миллионов долларов? От долгого ожидания можно покрыться ледяной коркой, как логотип Sirius Sam в новом аддоне к четвёртой части. Siberian Mayhem позволит устроить олдскульный замес на пяти новых уровнях. В этом помогут автомат Калашникова, арбалет Перун, снегоходы и ходячие роботы. Дополнение выросло из проекта российской команды TimeLock, состоящей из моддеров Sirius Sam. Кроатим оценила наработки студии и решила помочь ей превратить модификацию в полноценную игру. Посмотреть, как крутой Сэм смазывает раны барсучьим салом и колет дрова мини-ганом, можно будет уже 25 января. Релиз в Steam. Наличие основной игры не требуется. Take-Two объявила о приобретении Zynga. Сделка станет крупнейшей в истории индустрии. Материнская компания Rockstar и 2K заплатят за мобильного гиганта 12 миллиардов 700 миллионов долларов. Напомним, что Tencent отдала за Supercell 8 миллиардов 600 миллионов долларов, а покупка ZeniMax и Bethesda обошлась Microsoft в 7,5 миллиардов. Сделку закроют к июлю. Zynga сохранит название, но сменит руководство. Главным исполнительным директором станет гендиректор Take-Two Штраус Зельник. Всего за сутки после объявления акции Take-Two обрушились на 13%. По одной из версий падение объясняется тем, что компания сильно переплатила. Это было сделано намеренно, чтобы отвадить потенциальных конкурентов, способных перехватить сделку. Так случилось с Code Masters. Ее в последний момент увела Electronic Arts, а Take-Two осталась в пролете. Акции Zynga одновременно взлетели на 40%. Покупка автоматически делает Take-Two одной из крупнейших компаний на рынке мобильных игр. Выпуск карманных развлечений должен компенсировать редкие релизы на больших платформах. Как присоединение повлияет на разработку крупных игр пока непонятно, но руководители намекают, что какие-то основные франшизы могут освоиться на смартфонах. И хотя такому повороту обрадуются не все, при нынешнем дефиците консолей и видеокарт, это решение не кажется удивительным. Страшно представить, какие деньги могла бы приносить мобильная GTA Online. К слову о видеокартах. На днях в продажу поступила новая модель GeForce RTX 3080 с 12 гигабайтами видеопамяти и повышенной до 912 гигабайт в секунду пропускной способностью. Свежая вариация также получила более мощный чип с увеличенным количеством ядер CUDA. В России цены стартуют от 170 тысяч рублей, и пока новинку еще можно застать в торговых сетях. Sony решила бороться с нехваткой PlayStation 5 в магазинах немного странным способом. Компания планировала прекратить выпуск PlayStation 4 к концу прошлого года, но вместо этого решила продлить производство на весь 2022. Более того, производство консолей прошлого поколения даже увеличит, благо собирать их проще и дешевле. Дефицит комплектующих и замедление производства из-за пандемии сдерживают и рост продаж Xbox Series. Однако это не помешало новым боксам стать самыми успешными в семействе. В интервью New York Times Фил Спенсер рассказал, что за год с небольшим Microsoft продала больше Xbox этого поколения, чем ящиков любого другого цикла за аналогичный промежуток времени. Главной причиной отсутствия консолей на прилавках руководитель назвал небываловысокий спрос. Точные цифры компании не раскрывает, такова ее нынешняя политика. Так что остаются только неофициальные данные. Аналитик Даниэль Ахмат полагает, что совокупные отгрузки Xbox Series X и S превышают 12 миллионов единиц. Это меньше, чем у PlayStation 5. Techland любит большие цифры, поэтому не постеснялась объявить, что на прохождение Dying Light 2 уйдет как минимум 500 часов. Столько нужно для стопроцентной зачистки. Основной сюжет отнимет 20 часов, а все побочные задания — еще 60. Звучит внушительно, совсем как в 90-е, когда пираты обещали 9999 игр в одном сборнике. Dying Light 2 недавно потеряла статус самой желанной игры для пользователей Steam, уступив место Elden Ring. Одновременно выяснилось, что From Software не сидит сложа руки в ожидании премьеры, а занимается следующим проектом. По слухам, им станет новая Armored Core с большим научно-фантастическим миром, созданным Хидетакой Миядзаки и сражениями в духе Souls. Анонс якобы не за горами, по сети уже гуляют скриншоты. Между тем, польская студия Far From Home, в которой трудятся и бывшие сотрудники Techland, показала Forever Skies — бывшую Project Oxygen. Игроков посадят на продвинутый дирижабль, который будет одновременно транспортом, домом и мастерской, и отправят исследовать разрушенную землю. Искать придется не только ресурсы, но и ответы на вопросы о случившейся катастрофе. Forever Skies выйдет в раннем доступе Steam в этом году. Появились слухи о втором новом проекте Quantic Dream. Пользователь, добывший скриншоты Star Wars Eclipse до ее анонса, узнал о разработке фэнтезийной юмористической игры на основе техно-демки Dark Sorcerer 2013 года. Ее якобы выпустят на разных платформах, в том числе ПК. Horizon Forbidden West вырвалась на свободу за месяц с лишним до релиза. Копия для PlayStation 4 попала в руки неизвестных еще до отправки на золото. Журналисты предупреждают, что скоро сборка наверняка окажется на торрентах, и советуют перемещаться по интернету с осторожностью. Где-то могут поджидать сюжетные спойлеры. CD Projekt Red продолжает терять ключевых разработчиков. После 15 лет работы студию покинул дизайн-директор Матеуш Канник, приложивший руку почти ко всем проектам команды, в том числе Киберпанку. О причинах ухода сотрудник не рассказал, ограничившись цитатой из Ведьмака. Что-то кончается, что-то начинается. А чему-то конца и края не видно. Например, Донату в играх Turtle Rock. Как выяснилось, всех новых персонажей для Back 4 Blood будут выпускать в виде платных дополнений. И это при том, что сам шутер оценен в 60 долларов. Уходи, Волф! Мы по тебе не скучали. Ресурс Deadline раскрыл подробности о создателях сериала по Fallout. Шоураннерами стали сценарист экранизации Tomb Raider 2018 года, Женева Робертсон Дуоретт, и продюсер Кремниевой долины Грэм Вагнер. Пилотный эпизод снимет Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана. В производстве участвует и сама Бефезда. Тодд Говард выступает исполнительным продюсером. Съемки начнутся в этом году. Выйдет сериал через Amazon Prime. Надеемся, в нем будет не 76 серий. Напоследок расскажем о необычном изобретении финского ютубера Акаки Кумери. Энтузиаст модифицировал контроллер PlayStation 5 DualSense для полноценной игры одной рукой. Особые детали позволяют вращать второй стик и нажимать кнопки на другой стороне, прижимая геймпад к поверхности и наклоняя его в нужную сторону. Проект создан в рамках конкурса портала PrusaPrinters. На этом сайте есть чертежи для распечатки на 3D-принтере. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы переходим к недавним и предстоящим релизам. В Fortnite началась неделя торнадо. Игроки могут подняться в воздух вместе со смерчем, что поможет оторваться от преследования или схлопотать удар молнии, получив временное ускорение. До вечера 17 января шансов попасть в ураган больше. Super Meat Boy Forever добежал до Steam спустя год после выхода в Epic Games Store. На платформе Valve игру встретили прохладно. Большинство не нашли в автораннере ожидаемого хардкорного геймплея, хотя с негативными отзывами согласны не все. Во вторник в Steam и на Xbox этого поколения, а также в Game Pass выйдет Nobody Saves the World — ролевой экшен от автора в Гуакамилле. Герой может принимать разные формы, от крысы до дракона, а также сочетать их способности. Присутствует кооператив на двоих. В Game Pass попадет и новая игра DotEmu, создателей последней Streets of Rage. 20 января студия выпустит V-Gamers 2 — сиквел спортивного экшена 1994 года с игровых автоматов и консоли Neo Geo. Кидать и ловить диски можно будет на ПК и системах прошлого поколения, включая Switch. В тот же день библиотеку подписного сервиса Microsoft пополнит кооперативный шутер Rainbow Six Instruction, некогда носивший подзаголовок Quarantine. Чтобы повысить интерес к игре, в ноябре Ubisoft снизила цену с 60 до 40 долларов и анонсировала систему пропусков для друзей. Первые две недели после активации в лобби позволят пригласить двух пользователей, даже если у них нет своей копии. Релиз состоится на трех больших платформах. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok